Рождественские чтения уже стали традицией и укоренились в умах людей. Каждый год духовенство задает тематику этих чтений, и в этот раз ею стала история одного столетия. Противоречивого, насыщенного, яркого и в то же время скорбного на события 1917-2017 годов. Мы можем спорить о тех временах, которые происходили в 1917 году, о уже советском периоде развития нашей истории, о постсоветском периоде, о распаде великой страны. Но все-таки это замечательно, что мы имеем сегодня возможность высказывать свою точку зрения. И замечательно, что это происходит через такую площадку, как рождественские чтения. В Ленинском районе рождественские чтения проходят в 13-й раз и всегда собирают вокруг себя десятки желающих просветиться духовно, нравственно и интеллектуально. На открытии не было школьников. Они подключатся чуть позже, когда начнется программа мероприятий в рамках чтений. Но были представители образовательных учреждений, которые за дня в день обучают и воспитывают наших детей. Человек способен как любить, так и ненавидеть. Как созидать, так и разрушать. И наша задача людей, которые собрались в этом зале, как раз и состоит в том, чтобы нести эту великую миссию прежде всего к нашим детям. Мы должны их вырастить людьми, которые способны любить и способны быть созидателями. Казалось бы, на рождественских чтениях должны говорить о духовности. А здесь тема истории нашей страны, да еще и не самого гладкого периода. Но, по мнению организаторов, есть в этой истории духовные корни. Наши рождественские чтения – это попытки донести морально-нравственные идеалы, которыми всегда руководствовался человек, донести их до современного поколения, донести уроки истории. Мы пытаемся извлекать из уроков истории, из прошедшей истории особого рода уроки и как-то учиться на этих ошибках. И несмотря на такую глубокую тематику, мероприятие в первую очередь имеет духовно-нравственную направленность и цель, чтобы каждый сидящий в этом зале ушел отсюда с пониманием того, что именно знание истории поможет сохранить мир в нашей стране. В рамках рождественских чтений участникам предстоит посетить не одну экскурсию, выставку и лекцию по заданной теме. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.